Приветствую друзья, я Виталий Портников. В Польше разыгрывается беспрецедентный по масштабам политический кризис, который является еще одним следствием конфронтации между польской оппозицией, недавно пришедшей к власти в результате поражения на парламентских выборах партии право и справедливость и ее предшественниками из этой партии, а также президентом Анджием Дудой, который обязан двумя сроками своего президентства поддержкой лидеров партии право и справедливость и прежде всего ее основателя Ярослава Качинского. Польские полицейские арестовали двух депутатов сейма от партии право и справедливости Мацея, Вонсика и Мариуша Каминского прямо в президентском дворце, куда Каминский и Вонсик были приглашены главой государства. Сам Анджием Дуда в этот момент отсутствовал в своей резиденции и проводил встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Однако он прекрасно знал, что приглашение в президентский дворец двух депутатов сейма это знак поддержки после того, как они были не только приговорены к новым срокам заключения за давние коррупционные преступления, совершенные еще в 2007 году, но и лишены депутатских мандатов. При этом надо признать, что президент Анджей Дуда и его соратники из правопопулистской партии право и справедливость с одной стороны и правительство Польши и коалиция с другой стороны живут в совершенно разных мирах и в разных юридических реальностях. Президент Польши уверен, что он уже помиловал Мариюша Каминского и Маца Вонсика, бывших министра внутренних дел Польши и заместителя министра внутренних дел Польши, по приговору, который был им вынесен. А позиция, которая сейчас находится у власти правительства Дональда Тупокска, считает, что помилование не состоялось, потому что президент издал свой указ еще до того, как депутатам сейма был вынесен приговор. Президент ссылается на решение Конституционного трибунала Польши. Правительство на решение Верховного суда, разрешившего новое слушание давнего коррупционного дела Каминского и Вонсик. Партия право и справедливость и президент, судя по всему, считают бывших депутатов сейма политическими заключенными. Правительство уверено, что речь идет о людях, которые злоупотребляли властью и должны понести заслуженное наказание. При этом есть достаточно простой выход из сложившейся ситуации. Анджей Дуда мог бы повторно помиловать своих политических соратников и таким образом избавить их от нахождения в тюрьме. Но президент не хочет этого делать по одной простой причине. Если он издаст новое постановление о помиловании, он в этом случае признает, что когда принимал решение о помиловании Каминского и Войсика еще до того, каким был вынесен приговор, допустил очень серьезную ошибку. А своих ошибок Анджей Дуда, как и его соратники по партии права и справедливости, признавать не хочет. И вообще есть опасение, что если сейчас правительство добьется от президента Польши новых решений, связанных с помилованием бывших депутатов, то таким образом президент сможет под давлением принимать и другие решения, которые не будут нравиться ни ему, ни его партийным соратникам. А ведь Анджей Дуда может думать о продолжении своей политической карьеры даже после того, как он в 2025 году оставит пост президента страны. По сути, Анджей Дуда еще достаточно молодой человек для того, чтобы побороться за место лидера польских правых, которое, очевидно, вскоре будет вакантным, учитывая состояние здоровья и вообще физическую форму Ярослава Кончинского, бессменного лидера партии права и справедливости. Но Дуда прекрасно понимает, если он проявит хоть малейшую слабину, хоть малейшую готовность к компромиссу с ненавистным оппонентом Ярослава Кончинского Дональда Туском и его правительством, не видать его место лидера польских правых. Придется после ухода с поста президента страны писать мемуары. А это явно не то, чем хочет заниматься амбициознейший Анджей Дуда. Ну и таким образом мы находимся с вами в эпицентре кризиса, когда президент и правительство схлихнулись в настоящем клинче, когда президентские советники говорят о неуважении к институту президента и резиденции главы государства, о том, что полицейские могут позволить себе вторгнуться в президентский дворец и арестовать граждан, которые были приглашены президентом Польши на торжественную церемонию представления его новых советников. А в правительстве напоминают, что закон один для всех, и все должны его придерживаться, в том числе и сам президент, и гости его резиденции, и вообще укрывательство разыскиваемых преступников. Это уголовное преступление. Так что в этом смысле мы видим, что взаимоотношения между президентами правительства, между Анджием Дудой и Дональдом Туском с момента формирования нового кабинета министров Польши не улучшаются, а ухудшаются с каждой минутой, даже не с каждым днем. Все начиналось с изменения руководства общественных средств вещания, которые в годы правления партии «Право и справедливость» были превращены в отвратительные пропагандистские рупоры. А теперь все стало еще более сложным в связи с задержанием бывших депутатов польского сейма, которые считаются важными соратниками Ярослава Качинского. Но еще один очень важный момент. Сама ситуация правового хаоса. Ведь, как мы знаем, та правовая реформа, которая была проведена партией «Право и справедливость», всегда воспринималась в Европейском Союзе как демонстративный отказ от европейских ценностей и стандартов. И нет ничего удивительного в том, что в результате воплощения этой реформы Польша уже при первом же серьезном испытании, таком, как процесс бывших депутатов и интерпретация итогов этого процесса президентом и правительством, оппозицией и правящей коалицией просто привела к самому настоящему правовому хаосу. Нет ни малейших сомнений, что политический кризис Польши будет только углубляться с каждым новым днем. Ярослав Качинский уже почувствовал вкус протеста. И многие наблюдатели говорят, что лидер партии «Право и справедливость» вновь находится в отличной форме и готов к самым изощренным формам конфронтации. А правительство, разумеется, не собирается сдавать позиции в попытке демонтировать государство «Пис», которое было выстроено за годы правления этой партии в Польше. А впереди, между прочим, еще и местные выборы в стране и выборы в Европарламент. И, разумеется, партия «Право и справедливость» хотела бы взять на этих выборах реванш, а коалиция хотела бы окончательно вымести правых из политической жизни в Польше. То есть конфронтация будет настолько жесткой, что возникнет вопрос, насколько способна эту конфронтацию будет выдержать в ближайшие годы польская политическая система. Возможно, только когда избирательный цикл завершится, Анджики Дуда в 2025 году уйдет с поста президента, а на этот пост будет избран представитель демократических сил, мы сможем говорить о возвращении какой-то нормальной модели управления Польшей. Но не раньше этого. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне и Байме и Кофе, которые помогают развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютьюбе. Мира вам!